Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на 14-м канале, с вами Долгова Мария. Сегодня мы идем в исторический музей посмотреть на оклады древнерусских окон. Приятного просмотра! Меня зовут Мария, я из 14-го канала. Как вам эта выставка, ваше впечатление? Мне очень понравилось, выставка небольшая, конечно, но так редко встретим иконы с драгоценными камнями, с позолотой, серебром, поэтому очень интересно и красиво посмотреть. Как вы считаете, где должны вообще, в принципе, находиться иконы? В музее или в храме? Ну, я считаю, что иконы должны находиться, конечно, в храме, но все-таки, может быть, не все такие иконы нужно выставить в храме, поэтому тоже должны находиться в музее, чтобы люди могли все донести до всех такую красоту. Поэтому считаю, что некоторые избранные иконы должны находиться в музее. Как вы считаете, иконы, вот эта выставка как раз посвящена окладам икон. Как вы считаете, икона, она красивее с окладом или сама по себе тоже? Нет, икона, конечно, она сама красива по себе уже, без драгоценностей, без камней тоже мне нравятся скромные иконы, но это все-таки тоже искусство, когда все-таки вот такая большая работа сделана для иконы, поэтому тоже красиво. Как вы думаете, вот почему в наше время окладам икон уделено меньше внимания, чем в прошлые времена? То есть, иконы, конечно, у нас до сих пор и пишут, но вот оклады икон как-то стали реже встречаться. Как вы думаете, почему? Честно говоря, даже не знаю. Спасибо большое. До свидания. В данности драгоценные украшения рассматривались как важный атрибут священного образа. В Византии эта традиция приобрела новое изучение. Отцами церкви, разработавшими догматы иконопочитания, была осмыслена и символика убора иконы. По словам святителя Симеона Соломского, украшение иконы является образом величия, славы и красоты Бога. Особое внимание богословы уделили вещам, из которых творились как сами образы, так и их украшения. Здравствуйте, меня зовут Мария. Не поделитесь ли вы вашими ощущениями об этой выставке? Ну, икона среда была, ну, символ живописи. Вы понимаете, иконописцы не решили несколько времени, вообще ничего, готовились написать икону. Вы понимаете, чтобы вытянуть вот такую вот чеканку, как здесь, это же нужно, так сказать, очень-очень быть мастером тонким. Понимаете, не всякую чеканку можно вот вытянуть вот до таких образов, как здесь. Ну, здесь не особенно, а где, вот, так сказать, чеканка, вон, вон чеканка, понимаете. Это же, так сказать, само по себе произведение искусства, большого искусства. Понимаете, вот это да. Это очень красиво. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Здравствуйте, меня зовут Мария из 14 канала. Не могли бы Вы поделиться Вашими ощущениями об этой выставке? Ну, это потрясающе. Мне кажется, здесь собраны предметы с разных уголков нашей страны и разного периода исторического. И мне кажется, это прекрасная выставка, чтобы познакомиться с историей страны и с культурой, с традициями. Да, так что я, ну, я очень рада, что выдалась возможность прийти сюда. Скажите, пожалуйста, какие иконы Вам кажутся более красивыми? Здесь сложно сказать. Мне кажется, мы можем найти красоту и в древних предметах, и в современных. И очень ценно, что современные иконописцы, они стараются продолжать традиции древних мастеров. Поэтому я, на самом деле, больше вижу преемственность, такую преемственность поколений. Спасибо большое. До свидания. Икона Божьей Матери Казанская. Начало XIX века. Санкт-Петербург. С виду это обычные иконы. В красивом окладе, да, конечно. Но мало кто знает, что написано на оборотной стороне иконы. Это очень важная историческая деталь. А написано там вот что. Сама Великая Императрица Мария Федоровна написала на оборотной стороне. Благословение Императрицы Марии Федоровны, крестницы ее Марии Федоровне Самариной впоследствии. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, можно ли еще украсть эти иконы или уже все предел? Ну, можно, но это будет уже лучше насладиться тем, что сделали. Потому что все-таки можно немножко испортить. И так все ценно. А если, ну, у нас же на руках бактерии, если дотронуться, то можно испортить. Ну, и можно переборщить красоту. Как ты считаешь, вот эти иконы, они лучше настоящих, созданных сейчас в современное время? На какие иконы будет интереснее смотреть? На древние иконы или на иконы наших современников? Думаю, что все-таки на эти. Все потому что они старинные уже. Им уже много лет. И они очень красивые, их долго украшали. И сделали хорошо, я считаю, красиво. Спасибо большое, Александр. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»